Приветствую, друзья! Вот в прошлом ролике я говорил, самый актуальный грех сегодня – это манипуляция. И после этого сразу два известных блогера ко мне написали, что больше знать тебе не хотим и так далее, и так далее, потому что они решили, что я говорю про них. Ну, это вообще странно, потому что есть люди такие, которым кажется, что все окна домов смотрят только на них. Вот есть такой случай, описанный смешной, как одна дама зашла с подругой в троллейбус и сказала, вот я бы хотела, чтобы мне уступил место вот тот молодой человек. И тут сразу четверо стали. Ну, вот есть же люди, которые так эгоцентричны, только зациклены на себе. Есть люди, у которых просто голова, как говорится, бобо. Ну, что же это такое? Картина у меня по этому поводу есть. «Приглашение в ад». Я в прошлом ролике говорил, показывал, да, и стихи говорил свои к этой картине. Души грешников, ну, манипуляторов в том числе, превращаются в звёзды, которые светят высоко и одиноко, которые возбуждают надежды, которые не исполняются. Да, вот есть такие люди, я когда как раз таки говорил в прошлом ролике, не об этих именах блогеров, а я имел в виду политиков некоторых, некоторых манипуляторов, которые в интернете сидят, информацией, как говорится, спекулируют. Ну, больше и больше таких людей сегодня можно обнаружить. Ну, и среди них тоже ведь есть некоторые такие, у которых крыша, как говорится, не в порядке. Ну, это всё время. Ну, это же интернет, тут же всё видно. Тут же всё видно. Их, по крайней мере, видно. По крайней мере, они проявляются. Да, друзья, картина у меня, конечно, замечательная. Что тут говорить? Да, хорошая картина. Она написана маслом. Много лет назад. Друг мой, Мелехов, один из лучших фотографов страны, когда пришёл, увидел её, говорит, вырежу я вот этот персонаж и отдельно в рамки повешу. Ну, да. Приглашение БАТ называется. Итак, до встречи, друзья.